Военные действия возобновились. Временное прекращение огня закончилось. В пятницу рано утром Иерусалим обвинил палестинских террористов в нарушении условий сделки и обстрелах израильской территории. Террористическая организация Хамас ИГИЛ нарушила план перемирия, не выполнила свой долг по освобождению всех похищенных женщин и запустила ракеты по гражданам Израиля. Возвращаясь к боевым действиям, мы подчеркиваем, израильское правительство намерено достигнуть следующих целей войны – освобождение наших заложников, ликвидации Хамаса и гарантии того, что сектор газа никогда больше не будет представлять угрозы для жителей Израиля. Армия обороны Израиля объявила – ВВС атакует объекты Хамаса в секторе газа. Уже нанесено более двух сотен ударов. Под интенсивным огнем не только север Анклава, но и юг, который до сих пор был менее подвержен авианалетам. Уничтожаются террористические цели от Рафиаха до Хан Юниса. Ликвидированы более сотни боевиков. Противник, в свою очередь, бьет по гражданским объектам. Бригады Аль-Касам, военное крыло Хамаса, наносят удары по Ашкелону, Сдероту и Беершеве. Есть попадания в жилые объекты. Пострадавших нет. Министр национальной безопасности Итамар Бенгвир, который изначально выступал против остановки боевых действий, призвал израильских военных вернуться и уничтожить газу. Ради детей, которые еще не вернулись. Ради убитых, которые больше не вернутся. Чтобы ужасы 7 октября никогда не повторились, мы должны вернуться и уничтожить газу со всей мощью. Уничтожить Хамас и вернуться в сектор без компромиссов, без сделок, с максимальной мощностью. Министерство здравоохранения газа, подконтрольное Хамасу, систематически публикует сведения о новых жертвах в Анклаве. Цифры растут ежечасно. Хамас обвиняет Израиль в нарушении условий соглашения, сетуя на отказ в допуске топлива в сектор. Функционеры террористической организации не забыли упомянуть и главного союзника Иерусалима. Международное сообщество главе США в лице президента и госсекретаря несет ответственность за преступления израильского оккупанта и продолжение жестокой войны против гражданского населения, детей и женщин в секторе газа. Мы серьезно стремились к перемирию и до сих пор стремимся к нему, даже несмотря на возобновление израильской агрессии. Мы открыты для любых инициатив. Арабские СМИ со ссылкой на высших чинов Хамаса информируют. Организация готова обсуждать продолжение обмена заложниками, включив в него и взрослых мужчин. По их же данным, Египет и Катар, которые помогли заключить первоначальную сделку, все еще пытаются достичь нового соглашения. Но переговоры якобы идут трудно. Судя по всему, Хамас не хочет освобождать оставшихся заложников на тех же условиях, что и в предыдущем соглашении. Но пока в Хамасе торговались, военно-политический кабинет Израиля принял решение продолжать боевые действия до тех пор, пока не будут созданы условия для освобождения всех похищенных израильтян, включая военнослужащих. Причем огонь не будет прекращаться даже во время переговоров. Основная цель нового этапа операции в Газе – полностью измотать Хамас и заставить просить о пощаде в обмен на возвращение всех похищенных 7 октября. 137 человек до сих пор остаются в руках террористов. Это цифры, приведенные правительством Израиля. Среди них 115 мужчин, 20 женщин и двое детей. 10 заложников от 75 лет и старше. Большинство из них – 126 человек – израильтяне, а 11 – иностранные граждане. Официально Иерусалим раскрывает и подробности содержания людей в плену террористов. По мере того, как Хамас освобождает заложников, появляются сведения о серийных и садистских издевательствах над израильскими заложниками. Речь как о психологических пытках, так и физическом насилии. Теперь мы знаем от семьи Ягеля и Ора Яков, 12 и 16 лет соответственно, что Хамас накачивал наших детей наркотиками и клеймил их, как скот, выхлопными трубами мотоциклов, чтобы опознать их в случае, если они сбегут. Мия Шем, 21 год. Ее семья утверждает, что руку девушки оперировал ветеринар. Мы уничтожим Хамас. Возобновление боевых действий усугубит гуманитарный кризис в Гази. Египет остановил въезд грузовиков с гумпомощью в сектор. Международные организации вновь обеспокоились положением рядовых палестинцев. Глава Бапор Филипп Лазарине предрек Гази гуманитарное цунами. А ввоз, происходящий в больницах Анклава, назвали фильмом ужасов. ООН призывает стороны найти долгосрочное решение конфликта. Я глубоко сожалею о том, что в Гази снова начались военные действия. Я по-прежнему надеюсь, что удастся продлить паузу, которая была установлена ранее. Возобновление боевых действий лишь показывает, насколько важно обеспечить настоящее прекращение огня. За жителей Гази остро переживают и в Иордании, и в Иране. Глава Мид-Исламской Республики Хосейн Амир Абдулхиан не видит иного решения, как прекратить огонь на постоянной основе, доставить в Анклав гуманитарную помощь и заключить соглашение о новом обмене заложников на заключенных. С Тегераном Солидарной в Москве. Мы, конечно, предпочли бы видеть новости об очередном продлении этой гуманитарной паузы. Нам казалось бы, что это было бы более целесообразно с учетом размеров той гуманитарной катастрофы, которая сейчас переживается в Газе, и с учетом незавершенности процесса освобождения заложников. Хамас не должен иметь возможности перегруппироваться и снова совершать свои атаки. Поэтому Израиль вынужден продолжать борьбу. Это уже заявление Берлина. О праве Израиля на защиту говорят и в Вашингтоне. Мы, безусловно, по-прежнему считаем, что Израиль имеет право и обязан действовать против Хамаса. Они говорили о своей военной кампании и очень четко заявили, что после истечения этих пауз намерены вновь действовать против них. Израиль по-прежнему будет получать поддержку со стороны США в том, что касается средств и систем вооружений, в которых он нуждается, а также рекомендации и оценок, которые мы можем предложить применительно к ведению боевых действий в городских условиях. Если верить Wall Street Journal, то Белый дом также активно вовлечен в планы послевоенного устройства сектора газа. По данным американской газеты, Вашингтон и Иерусалим обсуждают возможность высылки нескольких десятков тысяч боевиков Хамаса и членов их семей за границу. План напоминает события 1982 года, когда после осады израильскими войсками Бейрута в Тунис были высланы члены Организации освобождения Палестины во главе с Ясером Арафатом. По данным издания, дискуссии между Израилем и США касаются того, кто и как будет управлять сектором газа после окончания войны. Журналисты Wall Street Journal ознакомились с разработанным израильскими военными планом, согласно которому в Газе будут созданы зоны, свободные от Хамаса, руководить которыми должен новый орган, сформированный при поддержке Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Сторонники идеи высылки боевиков Хамаса считают, что это даст членам группировки и их близким возможность безопасно выйти из конфликта и поможет восстановлению газы. Впрочем, нет никакой уверенности, что палестинские радикалы согласятся покинуть свои дома. Тем более, что между сторонами нет доверия, отмечает издание. Ситуацию осложняет и то, что власти Израиля пообещали убить всех лидеров Хамаса по всему миру и членов группировки, которые были причастны к нападению 7 октября. Иерусалим лишь ждет освобождения всех заложников.